Пришла очередь до крышки до фордовской, которую я показывал, где она съедена была. Вот мне ее нужно сейчас почистить. Как уже эта собака достала, а? Мне нужно ее почистить от старого герметика, нанести новый бортик герметика, слой, и подождать, когда он высохнет, и закрывать механизм ГРМ, то есть цепь. Вот, покажи туда. Вот эту вот цепь надо будет закрыть этой крышкой. Продолжаем мыть крышку. Здесь вот отскрюб, насколько это возможно, отскрюб ножом. Теперь аспирид, полстаканчика. И растворитель 646, тоже полстаканчика. Перемешал. Никакой реакции нет, как видите. Вот такая вот щеточка. Давно мне уже служит удобная. И начинаем обрабатывать эту крышку изнутри. Вот эти вот все блестящие части, вот эти блестящие части, это то место, где будет наноситься герметик. Но, естественно, кроме вот этих вот, если видно это, что съедено цепью, растянутой. Вот, вышел я на улицу, чтобы запаха было меньше. Вот я смазал. Естественно, маленько надо, чтобы постояла. Отошла. Еще раз поковырять вот эти вот углубления ножичком. Вот такие вот. сделаю щетку металлическую, потому что это значительно убыстряет. Сильно давить не надо, чтобы борозды огромные не получились. Хотя, тут вот борозда такая, что миллиметры на два глубиной особого значения иметь не будет. Нам главное вычистить сейчас. Вот здесь вот сальник еще надо будет потом выбить. То, что не снимается металлической щеткой в углублениях, я снимаю немножечко. Долго, муторно, конечно. Но чистить надо, потому что без этого будет некачественное прилегание. И может лежать масло. еще раз пройдем щеткой. взял я еще наждачку, нулевочку, и решил ей пройти для полной очистки прилегающих поверхностей. Может, это не по-научному, но я делаю так. Меня это устраивает. Меня это устраивает, я делаю так, как мне нужно. Вот где под наждачку попадает старый герметик, он его как бы размазывает, но все-таки стирает. Стираивает. Вот вокруг направляющих почищу. Выпаривалки паром у меня нету. Лучше бы, конечно, это было паром градусов 150, как дунуть под давлением. Ну, и ах! Все в гаражных условиях. Поэтому чищу при помощи гаражного ножа, наждачки. Теперь еще один момент. Здесь вот тоже будет прилегать поддон только. Его надо также сразу почистить, чтобы потом на месте не ковыряться. Не ковыряться на месте. и почистить. Как говорит один из создателей подобных каналов, кому не нравится, не повторяйте. Но если нравится, попробуйте. Долго, муторно, но надежно. Очередной раз хвалю бумагу отходы производства от туалетной бумаги. Вытирается прекрасно. И что самое классное, что я сейчас натру на нее грязи море. Сколько могу, конечно. И так раз выкину. Беру новые отходы. Для кого-то отходы, протирочный ветошь. Более-менее мне суперчистый не надо. Сейчас я выбью. Сейчас я постараюсь выбить еще вот этот вот сальничек. Вот выбиваем сальничек. Отвертка здесь металлическая, здесь тупая, но широкая. и выбиваем с одной стороны, с другой стороны. Все готово. Вот он, старый сальник. Вот он. Естественно, его надо заменить на новый. Сейчас посмотрю место. место более-менее чистое. Ну и здесь сейчас немножко тоже, как сказать, от грязи промою, а то некрасиво будет смотреться. После ремонта автомобиль на крышке грязи, как будто он уже умер. Сбодрим его, так сказать. Чертый бред! Обрабатываем. Помыл я. не фонтан, конечно, но для меня пойдет. Здесь грязь сбил, здесь очистил. Сейчас буду мазать герметиком и устанавливать на место. Пока! Всем привет! Ставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok